Во время вон он, исходящий Иисуса вина путь, Притек некий и поклонься на колену Ему, вопрошаше Его, Учителю благи, что сотворю, да живут вечной наследствую. Иисус же рече ему, что меглаго лишь и благо, Никто же благ, токмо един Бог. Заповеди веси, не прелюбы сотвориши, Не уби, не укради, не лжесвидетельствуй, не обиди, Чти отца твоего и матери. Он же, отвечав рече ему, Учителюсь, И овся сохранив от юности моей я. Иисус же, возрев на Ань, возлюби и горе че ему, Иди на Гайси не докончал. Иди, и ликоимыши продашь, и дашь нищим, И имейте имыши сокровища на небеси, И приди, ходи вслед мне в зем крест. Он же дряхал быфа словеси, а тыди скорбя. Бебу и мести жанья много, И, возрев Иисус глаголы учеником своим, Как они удопимущие богатства в Царстве Божьем внидут. Ученицы же ужасахуся словесех Его, Иисус же паки, отвещав глагола им, Чада, как они удопимущие богатства в Царстве Божьем внидут. Удоби бо есть вельбуду, сквозь и глине уши пройти, Ни же богату в Царстве Божьем внидут. Они же излих одевляхуся глаголюще к себе, То кто может спасен бытьи? Возрев же на них Иисус глагола, Вот человек невозможно, но не от Бога, Вся бы возможна суть от Бога. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня четверг, 27 января, Сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию Чтение Евангелия от Марка. Мы с вами читаем 10 главу с 17 по 27 стих. Сейчас давайте с вами найдем это место В русском переводе онлазовет и послушаем, Как звучит он в современном русском языке. Когда выходил он в путь, подбежал некто. Пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, Чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, Не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, Почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, Отошел с печалью, Потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит, «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вот такое событие произошло однажды. Что мы видим? Видим, к Христу приходит некий юноша. Другие евангелисты называют его князем. Скорее всего, человек богатый, знатный. Потомок, возможно, какой-то знатной семьи. Видим, подходит ко Христу среди толпы народа, падает пред Ним на колени. Задает вопрос. Уже одно это весьма сильно характеризует его. Ведь, помним, фарисеи и книжники отказывали Христу в достоинстве учителя. Считали, что он самозванец и учить не имеет права. Соответственно, почитать его какого-то учителя нельзя. И, соответственно, какие-то спрашивания о чем-то важном, оно вроде тоже не имеет смысла. Позже еще больше произошло, когда договорились о том, что кто Христа исповедует, то вот лучать от синагоги. И одно это очень многих людей удерживало, а то, чтобы идти за Спасителем. А вот этот юноша приходит, и Петристом падает на колени. Падает как перед тем, кто его больше, важнее, сильнее. То есть что-то позволяет вот этому юноше во Христе увидеть не просто человеком. Ведь по-человечески, ну, как Господь выглядел? Он был одним из нищих, у него не было вообще ничего. Несомненно, да, в нем не было какой-то неопрятности, чего-то такого, ну, неприятного, как это часто бывает с нищими, которые пьют, не ухаживают за собой. Несомненно, всего это Господь был лишен, так вот можем сказать. Но по-человеческому он не имел человеческой славы какой-то земной. Но вот этот юноша, тем не менее, падает перед ним, задает ему вопрос. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Блаженный Фифилак здесь сразу же на что обращает внимание? Говорит, смотрите. Люди в большинстве с вами приходили ко Христу, требуя исцеления, какой-то помощи в каких-то делах. Можно сказать, в Евангелии видим чуть ли не первый раз вот такое обращение. Человек приходит и задает вопрос, что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? То есть он спрашивает о чем-то важном, о том, что выходит за пределы нашего земного бытия, ищет большего. Спаситель отвечает ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Стоится толку это место, говоря так, что Господь говорит, что, ну, почему ты ко мне так обращаешься? Если ты считаешь, что я обычный человек, и по-человечески учу, то, в общем-то, я не могу быть благим, потому что по сравнению с Богом никто не благ. А если же ты считаешь, что я Бог, тогда к чему этот вопрос? Ты знаешь заповедь, ты знаешь закон. Конечно же, здесь Спаситель не отказывается от своего божества. Нет, он просто здесь поправляет человека, чтобы он здесь не пытался потреблять какое-то ласкательство, не пытался переукрашивать свою речь с этими вот этими высокопарными оборотами, как часто, к сожалению, мы, люди, делаем, чтобы привлечь к себе внимание. То есть Господь здесь вот так вот показывает здесь и скромность, смирение свое, нежелание какой-то славы человеческой, от кого бы она здесь в данный момент не исходила. И вот после этого уже Спаситель, да, юноша говорит, что ты знаешь заповеди. То есть ты иудей по воспитанию, по крови, если ты воспитан закон, ты знаешь, что нужно делать, ты знаешь волю Божию. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твою и мать твою. То есть видим, да, здесь Господь говорит заповеди, которые касаются отношения к себе, отношения к человеку. То есть ставят, что, то есть вот живи вот так вот, живи, исполняй волю Божию. И, в общем-то, одно это, оно поможет тебе найти, уже вечную жизнь поможет тебе найти Бога. Тут очень важный момент здесь открывается, что действительно человек не может исполнять заповеди, которые касаются Бога. Спорим, первые заповеди Диколога, да, что нельзя поклоняться никому, кроме Бога, нельзя придумать себе других богов, нужно почитать там день, субботний. То есть получаются заповеди, которые относительно Бога, человек их тогда только может делать правильно, когда он научится любить ближнего своего. А после этого он сможет уже научиться любить Бога. Каков же ответ мы слышим? Юноша говорит, учитель все это сохранил от юности моей. Удивительные слова. И удивительные они в чем? В истории мы видим чаще всего совершенно противоположное. Чаще всего юность, которая преисполнена богатством, преисполнен земными благами, эта юность с духовной точки зрения весьма несчастная. Чаще всего человек, он себе буквально убивает в духовном смысле. Придается безумной роскоши, да, излишкам, еще чему-то и так далее, тому подобное. Весьма-весьма немногие богатые юноши ищут Царство Божие. Весьма. Это, скорее всего, прямо какое-то исключение из правил. Это, возможно, ответ на этот вопрос, почему Бог не всем в юности дает какое-то богатство, когда оно так желательно для человека. Из тех соображений, что оно тебя просто-напросто погубит. Ты ни о чем другом думать не сможешь. Ты можешь думать только о каких-то благах, которые сейчас тебе доступны. О Боге ты и помышлять не можешь. А тут видим, нет. Видим, юноша ищет Царство Божие. Да, от юности воспитан в этом. Слова, что я сохранил, от юности мои, говорят о том, что я не просто знаю эти заповеди, я живу ими. Живу. Это является моей жизнью. Я хочу большего. И для этого иду, ищу тебя. Открой мне, да, вот этот путь, ведущий к большему. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Удивительные слова. Смотрите, здесь Господь, вот как об этом открывает апостол Марк, вот он так относится к человеку. Светлым, посмотрев во сердце, видит, что здесь он не лукавит, здесь вот он не обманывает. Что, светлым, в нем есть вот это вот истинное стремление к Богу. Это не какие-то здесь красивые обороты, вот это все по-настоящему, все по правде. После этого Спаситель ему открывает этот путь и говорит, что, то есть, дай, одного тебе не достают для совершенства. То есть ты просишь в дело действительно высшего. Ну вот подумай, сможешь ли ты это выполнить. И говорит, пойди, все, что имеешь, продай, раздай ничь, будешь иметь сокровища на небесах. Что предлагает здесь Спаситель? Здесь предлагает юноше путь добровольной нищеты. Говорит, что вот иди и все, что тебе есть, отдай. Отдай сразу, не постепенно, как в течение жизни своей раздавай. Отдай вот сразу, откажись от всего. Если ты хочешь действительно прилепиться к Богу, значит, ты должен быть свободным, потому что иначе не получится с Богом быть. Так вот, иди, освободись от всего. Пусть ничто тебя не привязывает, ничто. Стань свободным. Отдай нищим. Причем, как здесь отцы говорят, что Господь не сказал, отдай там каким-то друзьям своим, да, отдай тем, от кого ты потом сможешь это назад получить или как-то пользоваться этим. Нет, отдай тем, от кого ты никогда это не получишь, никогда это не вернется к тебе. Вот именно с такой решимостью бесповоротно отдай. Освободись. И причем, смотрите, тоже важный момент. Господь не сказал просто отдай. Он сказал, что и будешь иметь сокровища на небесах. То есть он юношу не оставляет без богатства-то, в общем-то. Он ему предлагает лучше и больше. Он говорит, что тебе нужно это сокровище, ты ценишь его. Так вот поменяй его, поменяй его на небесное сокровище. Это правда Божья, на вечную жизнь, на вечное блаженство. А потом приходи и последуй за мной, взяв крест. А вот здесь вот смотрите, что Спаситель предлагает. Он говорит, что после этого, как освободишься, ты сможешь стать моим учеником, но знай. Со мной может быть только тот, кто не побоится взять крест и пойти со мной. А пойти куда? А пойти на распятие, пойти на добровольную смерть. Пойти и умереть буквально для всего, что от Бога тебя отводит. А что же юнош? Юноша смутился от этого слова. Отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В этот момент ему показалось, ну как я без этого всего буду жить? Ну как? Испугался, смутился, и это заслонило для него возможность быть апостолом. После этого Спаситель, посмотрев на учеников, искал, что трудно им еще богатство в тебе в Царство Божие. Те ужаснулись от слов его. Ужаснулись. Почему? Потому что привыкли считать, что богатство является неким благословением Божиим, праведником. Что если человек правильно живет, так вот ему и богатство Богом посылается. Спаситель говорит, что нет, оказывается, богатство, оно вообще является огромным препятствием для Царства Божие. И вот дальше Спаситель да и объясняет свои слова. Говорит, что да трудно надеющимся на богатство в тебе в Царство Божие. Не само оно является злом, а отношение к нему. Когда ты привязан к нему сердцем, то ты несчастный раб своего собственного богатства. Господь говорит даже, что удобнее верблюду пройти сквозь и гольнуши, нежели богатым в тебе в Царство Божие. Ну а что ученики? Они чрезвычайно изумляются и говорят между тобой, кто же может спастись, что как же, как быть-то вообще, как же к жизни относиться, когда все вот так вот непросто. Спаситель говорит, что людям-то невозможно, человекам невозможно. То есть по-человеческой спасение вообще нереально. Человеческими силами, каким-то способами спастись просто невозможно. Возможно только, да, с Божьей помощью. Сам не можешь просить у Бога. Бог тебе научит и вразумит и поможет. Вот такой Евангелий, сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, помоги на Бога упомнить. На всем нам я вновь напоминаю непрадимности чтения Священного Писания ежедневно в одной или по две главы.